Приветствую вас, самым простым ответом на ваш вопрос будет подумать о том, что у вас хорошо, заострить внимание на этом, то есть просто провести ревизию того, что у вас хорошо и думать больше об этом. О том, что у вас хорошо. Это самый простой ответ. Что касается работы непосредственно индивидуальной, то есть то, что вы будете делать, например, с психологом, то это тщательное изучение того, что у вас плохо, изменение отношения к тому, что у вас плохо, и выработка стратегии по, соответственно, коррекции того, что вас не устраивает. Выработка более четкой позиции по данному вопросу. То есть у меня плохо. Что плохо? Да, то есть если плохо, то что именно плохо, если плохо, да? Вот. Это первое. Значит, какую роль в этом принимала я сама? Да, то есть что я делала для того, чтобы у меня наступили вот такие последствия, да? Вот. Ну, то есть как я участвовал в том, что у меня сдался плохо. Это же последствия моего выбора, да? Это же последствия моих действий. Вот. То есть здесь аспект именно такой, в первую очередь. Это аспект именно такой, что не у вас всё плохо, потому что так вы себя как бы отстраняете от ситуации. То есть так получается, что есть вы, да? И ну просто есть вы. Где-то там, где-то там есть вы, у которой всё плохо. А есть собственно вот то, что плохо. И оно как бы живёт отдельно от вас. Вот. То есть вот искажения, да? Эти иллюзии, их нужно убирать. Их нужно раскрывать. Как бы. То есть если такая ситуация действительно происходит. То есть если у вас действительно плохо, то значит, что вы это делаете сами. Для чего-то. Зачем-то. Но вам это нужно. Вот. Для чего-то. Это уже детали. Да? Это уже не важно. Важно то, что это нужно разобрать. Рассмотреть. Вот. Понимаете, да? Далее. Вы спрашиваете. Вы спрашиваете. Значит, что делать? Спрашиваете вы. Что делать, чтобы что? Тоже такой достаточно важный вопрос. Ну, наверное, вы скажете, чтобы у меня всё было хорошо. Согласитесь, всё хорошо или всё плохо, это, ну, восприятие детское. То есть так видит ситуацию ребёнок скорее. Да? Вот. Так воспринимает ситуацию ребёнок. Не взрослый человек, а ребёнок. Соответственно, вы, будучи взрослым человеком, оперировать такими понятиями, ну, можете только в довольно простых случаях. В довольно простых историях. А в основном, в основном, использовать такие понятия вам, ну, не стоит. Потому что это очень деструктивно скажется на вашей деятельности. То есть хорошо и плохо – это оценочное суждение. Знаете, это оценка. Хорошо или плохо – это оценка, оценочное суждение. А вам, будучи взрослым, нужно оценивать то, что происходит с точки зрения взрослого. Не с точки зрения вот этой вот детской позиции. Да? Вот. Следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. Это выгода. Выгода. Что значит выгода? Выгода – это то, что я получаю, выгода – это то, что я получаю от того, что делаю. То есть вот вы сейчас говорите, что у меня всё плохо. И вы не знаете, что вам с этим делать. Хотя, я уверен, что вы, как хозяйка своей жизни, главный её регулятор жизни, отдаёте себе отчёт в том, как вы попали в эту ситуацию. Да? Ну, вот, собственно, ситуацию, связанную с настоящим кризисом. Ну, с текущим кризисом, да, который вот у вас имеет место быть. Ого. Вы знаете, как вы попали в эту ситуацию. Вы знаете, какие действия привели вас туда, в эту ситуацию. И, соответственно, вы знаете, что вам можно сделать для того, чтобы, значит, ну, чтобы такого больше не произошло. Да? Вы знаете, но делаете ли вы что-то для того, чтобы вот, ну, чтобы больше этого не случилось? На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, нет, на мой взгляд, вы не делаете. То есть, на мой взгляд, вы не делаете ничего, что нужно для того, чтобы от этой ситуации выйти. Вот. Почему вы не делаете ничего? Потому что есть выгода. Есть выгода от этой всей истории, в которую вы попали. Вам. Какая выгода, неизвестно. Нужно выяснять. Что-то вам нужно. Что-то вы получаете. Как правило, это безопасность. Как правило, это страх ответственности. Как правило, это отсутствие прочих, значит, отсутствие реализации прочих желаний. Вот. Ну, то есть, естественных, нормальных желаний для человека, которые он обычно, как правило, реализует. Вот. Но которые не реализуете вы. С его ряда причин. Вот. А поскольку реализовывать эти желания хочется реализовывать эти желания, ну, нормально, то вы выбираете для себя путь единственно возможный. Единственное, возможно, и для вас. Вот. Понимаете? Дальше. Негативные установки, которые обуславливают факт, обуславливают факт. Наличие данной позиции у вас. То есть, благодаря чему это стало возможной с точки зрения, согласно которой, у вас все плохо. Благодаря каким, ну, мировоззренческим позициям это стало возможным. Так же, стоит на эту тему вам подумать, поразмыслить. Вот. Потому что это важно. Ну и, соответственно, данную позицию необходимо... Скорректировать. Вот. Понимаете? Данную позицию необходимо... Скорректировать. Вот. Понимаете? Да? Чтобы не воспринимать за чистую монету то, что вы сейчас думаете. В том числе и о себе. Самой. Понятно? Вот. Это вам и нужно сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.